Ну что, грузимся. Инспекшн сделали. Ключи забрали, мешок. Да, протяни чуть-чуть, Джек. Тоже 22 колеса стоят. Это хорошо, легче резину гораздо найти, чем на 19-й, как на старом прицеле. X-X подбитый. Немножко, не сильно. Легкий почин. Стекла нет всего лишь. И подушки задние. Хана. Посмотрим, как Джека работает на этих триллерах. Я на такие еще не разу не работал. А, что ты, руки не хочешь пачкать палочкой, а, Джека? Красава. Да, мне неохота, знаешь, барку эту доставать, чтобы... Чтобы только вытащить. Потому что... А у тебя-то ремни на барке тоже, да? У тебя ремешки. У Джеки ремешки, они затягиваются баркой. Нету никаких трещоток, знаете. Они здесь изи, как его говорится... Ну... Легкого типа. Они встроенные, да? Вот видите, вместо цепи сюда ремешки. Сделали, и вы уже ее... Накинули колесо. Класс-класс, зажали и все. Очень удобно. Поднимемся на палубу, как говорится. Вот немножко по-другому всякие штучки выдвигаются. Но это считается легкий пресеп. Очень легкий. Алюминий у него шикарный. У меня алюминий рвется, а здесь такие толстые дырки. И порвать уже алюминий баркой нереально. Алюминий, говорю, Жень, крепче, да, чем у нас был? Ну, у нас алюминий для того, чтобы перевозить цепочку без оттяги. Да, да. Но не ремнями. А тут только ремнями, да. А это самое потрясение. Да, да, да. Да. В общем, ты эти все ремни сейчас подвигаешь в сторону, да? Да, сейчас только вот. Чтобы на них не наехать. Не, в общем, говорит, надо все в сторону, правильно я понимаю? Перед тем, как надеть. Ну, все, вау, сколько тут места ходить это просто. Не, удобно, удобно. На этом трейлере работать, это значит. Идем за лексусом, ребят. Что опустить? Коричневый салон. Такой себе мини-вэн полноприводный. Орекс. Тесновато так, конечно. Ну, выехать надо. Кузенька. Места мало. Они здесь максимально пытаются запаковать машин, чтобы максимально заработать денежек. И тут приходится немножко маневрировать. Ну, ничего такого суперсложного нет. Это даже привозят по одной машине. Вот такие вот маленькие трачки. Они ездят, собирают по одной машинке, сюда привозят. Вот. А потом уже мы увозим эти машины отсюда. Ровно. Нормально? На это трейлер еще ни разу не завезем. Немножко нет. Все, ставим. Чуть-чуть больше назад. Еще. Ключики остаются в машине. А нет. Лучше забрать. Потому что Флорида, штат опасный. Что? В смысле? Близко? Так а ты для чего? Ты должен регулировать. Я же говорю, Жека. Я первый раз заехал на этот трейлер. Не надо ля-ля. Человек 4 месяца не работал. Все. Петрушка пустой поехал. Это десятка. Это десятка. Видите, какой высокий трейлер. Хайрейл называется. На нем все этажи ходят. Ага. Вот что он сделал. Он сейчас будет так загружаться. Это мы отсюда сейчас не выйдем. Вай-вай-вай. Такая люксовая машина. Такая люксовая машина. А ключик, как вы видите. А нет. Сорянчик. Кнопочка есть. Брыньки. Брыньчики. Завелась. Он, кстати, тоже человек с ограниченными способностями. Так. Поехали. Купала машина тоже большая. По-другому на ней выехать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 женский ну почему бы нет жака porsche это я не знаю porsche это вообще отдельный класс мужчину тебя нету на нем на нем просто силы не хочу вылазить что ты зеркала ломаешь они хочешь загнать я тебя поснимаю женя загонит пирелли колеса диски на 20 представь какой гарби джека лучше запорожца тормоза среди диски громадные для такой машины так и то есть запорожец кстати у него мотор сзади у настоящих porsche в таких 911 там что-то ты косо ездишь и к давай ездок это хотите посмотреть какой вес у этой машины маленькой где покажи пять тысяч шестьсот двадцать два паунда это две тысячи подожди сколько килограмм то ну короче это он там три тонны почти весит по ходу тогда придется передом 3 тонны весит но у него сзади вещички ну мотор далее короче ну разворачиваясь тогда залетаю максимально широкий гарбич да не купил бы сказки расскажешь если бы деньги были купил но у тебя тут fit fit подожди а тут тут и вообще на ремне тебе не нужен только задней все окей все у тебя fit остался сколько кулачок давай чуть-чуть чуть-чуть съедешь с ремня давай давай fit только аккуратно просто пол фита хорош но можно чуть-чуть еще как бы но чтоб колесо не ударил ну и конечно же лексус и с 3 50 сажусь первый раз мне сразу сажусь и вам показу марк левенсон дерево кожа двери трещат это не хорошо салончик уровень очень крутой все очень такой же очень красиво светлое дерево как бамбук красивый мягкий удобно конечно дисплей двенадцати ничем л сиди и громадная панель у такая вот здесь встроена моторчик здесь 35 ребят как и на кемри я так понимаю а может быть и ошибаюсь все на кнопочках ручник уже здесь никакого ножника супер классная марк левенсон аудиосистема это он даже лучше чем больше насколько я понимаю но машина топ коричневый потолок вообще первый раз такое вижу там черное дело тут коричневый немерено сзади место для людей вот я сижу и за день ящик лучше место можно посадить штурочки полная крыша такая панорама ребят но что сказать lexus молодцы уверен что здесь шумка шумоизоляция сделана на самом лучшем уровне в нем на дальняке ехать куда-нибудь да и вообще здесь где-то рядом это вот вот посмотрите на этих дебилов что нам делать как нам проезжать здесь в этом и стали разгружаются куда нам ехать больные ли шо начинают шевелиться начинают думать что надо валить стали тут мне не не короче не к селу не города папуасы какие-то короче черные в принципе также рабочие как и мы но очень глупо стали видно только начали работать не соображают вообще ну да ладно продолжим по лексусу все конечно на ощупь мягенькая все такое строчка даже есть вот вот это и удивительно конечно в лексусу такие материалы пускай коричневые красивые пользуют это для меня непонятно тут вроде ничего так мягенько все мягенько ну шевелится шевелится японцы даже дорогие японцы никогда не будут как немцы в жизни мягенько мягенько а тут тоже мягенько но тут уже китайский пластик машина чтобы понимали стоит наверно 1050 долларов я бы ребятки отъехали нормально так на хвост на хвост кидаем этого красавчика надеюсь он поместится у тебя какой выбор мазда высокая ой свобода дороге стоял мазда высокая на принципе станет без проблем здесь она легче кадиллак в пузо только жак я думаю думай как лучше потому что я трейлер от не знаю не скажу не подскажу поэтому как по высоте у тебя ну окей мазда почти эскалейт кстати похож на lexus по цвета гави ведь коричневым только тут бежевая алькантара полностью электронной ну вот это кочерга конечно немножко немножко old school уже сделали кнопочки и было бы куда поинтереснее ребят но может быть следующий модель кстати пацаны загружают форда который он говорил ford thunderbird не проходит у них передний бампер слишком высоко убрали на самом кадиллак у нас идет в пузо на что же кого пока не подумал завязываю таки покажи же как как затягивается ремни у тебя спи также составит эти какие здесь толстый алюминиевые дырки неправильно поставила закрутил да лучше раскручивать они рвутся потом ремни новые могут быстро стать старыми но крепкие конечно ремни которые уже потом покупаешь они лобеются на 5 прям толстые реки хорошие спокойненько зацепил себе принципе вот таким макаром короче затягиваешь она хорошо крепко затягивает а будет чуть проедет вперед не цепляет очень мудро продуманно конечно на этом трейлере двери открываться широко легко не видел этого я думаю что они я думаю не цепляются такие мелочи и мазочка такая неплохая такой себе мини porsche макам в эконом варианте так дырками закрываться реально тоненькое железо да что сказать немцы не сравняться никогда все пушка не наоборот но по надежности эти ребята все-таки я думаю немножко лучше чем немцы но все сразу иметь невозможно и надежности электронику все технологии поэтому надо выбирать но слишком простая какая-то мазочка зато босс аудиосистема как на прошах не халам балам и вся мягкая торпеда в отличие даже у lexus они твердо сорян предпоследняя как он такие лоурайдеры 500 или 430 подушек 0 просто на землю упали и отдыхают все последняя машинка универсал е 350 эта модель мне нравится конечно хорошая аккуратно это машина на сиденье нету всегда с большим mercedes двигается сиденье вот здесь арман тоже для системы значок стоит ровно мы его поправили приятная по ощущениям машина тоже полная панорама светлый салон симпатяшка на хвостик ее кидаем завязываем и едем так сейчас же не будет мерить мерить высоту но я должна глаз уже вижу по опыту что тут идеально все высоты вообще нету даже с эскалейдом идеально как и со он выше линейка выше даже чем положено в общем высота даже намного ниже минимальной высоты поэтому у lexus примерно 13 и 6 мнение ниже 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 практически она линейка немножко такая кривая ну тут а я не знаю единственное могу сказать могу сказать за макан что он наверное да он вообще она как бы низенький очень идеально жека так у тебя пространство у тебя здесь можно еще бы к запихать понимаешь тут если опусть если опустить как говорится еще то не очень хорошие машины тебя нашли во первых и это и трейлер обалденно вписываются все машины диза будет перевес на задницу я думаю потому что все забито и там вещи и там вещи моим не мерседес будет нормально думаешь взвешиваться будешь тогда тогда хорошо все ребят что будем ехать потихоньку через минут 20 выскакиваем немножко назад сдать чтоб тут сюда уйти пошире можно будет тогда сделать этот поворот узенька здесь а пойми 션 забыл ز я с такая махина конечно скрипит трещит как корабль но на ней гораздо легче выезжать с таких мест узких потому что пополам ломается главное близко не поставить машину посредине которой чтобы они друг друга не поцеловали а 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 Вот он вид из кабина После загрузки Можно разглядеть Ходовые части Не ходовые, а приводы Хонда CR-V Полный привод Раздаточка, все дела Резинка Короче, вот такая щель у вас есть Чтобы ездить Но человек уже привык Для него это Отличный обзор Видишь, эти приехали У них грустный Мастер-класс 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 По переключению У меня же 18-ка Ну, 18-ка она, в принципе, как 13-ка И как 8-ка Только с радарками Ну, просто на пониженных Есть сетки С горочки, на горочку хорошо Так чувствуется Так чувствуется Тяжелый Такой тяжелый Автомобиль Я просто Газку дай Ну, ты дай Газку-то, да О, слушай Ну, 13-ти литровый Детройт Немножко имеет силы в себе Я скажу Газку-то, да Газка Ну, отбыли от шума кабины, конечно Чего не удивляются, что я с утком Не знаю Наверное, им холодно, а тебе жарко Ну, если честно, он сегодня жарко Да, сегодня, да Достаточно тепло Я, я этот А когда взвешиваюсь, я тебе вышлю Сколько, Игорь? Ну, да, мне интересно На хвост у тебя будет перевес Так, не заправлялся здесь дизель По Клодино-Стоиду? Да, где-то куда заезд А, здесь нет для траков, да, вообще? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По вашим советам Купил на магните себе уже Видите, такую ерунду Продержалась, продержалась нормально Идем Проверим груз, да? Safety first, Жек Женя проверяет груз Пойдем кофейка возьмем Что-то ремни расслабляются или нет? Ну, пока не следовало Ну, вообще, бывает такое? Нет Потому что, ну, обычный же Надо не кинуть ремень Обычные ремни же расслабляют Более середы просто Видишь, зазорчик? Ого, а что? А, это у тебя так подушка, да? Маленький зазор Ну, а сейчас, видишь, подушло Я понял, да, оно левел выровняло чуть-чуть Не, все порядком Все хорошо Маленький зазор Все, ребята, вот так вот мы провели сегодня денечек с Жекой Ехали кофе, пили, больше не работали На загрузки, да, заехали, еще кофейка взяли Потому что, что мы с утра заезжали, нам такие помои сделали Все выкинули Короче, в Америке кофе от нормального, ну, сложно найти Starbucks, Dunkin' Donuts, это такси Кофейни такие, как я Европа мало Но, нормально По-моему, все загружен Когда, понедельник или воскресенье там езжаешь? Ну, понедельник, может, воскресенье Воскресенье в 5 утра Воскресенье в 5 утра уже как двигает на Флориду Красные машинки А я, может быть, только понедельник поеду загружаться Все, мы докатили до трекста Денек закончился Вот такой вот интересный, загрузочный Денек в Бостоне Так что, ребята, продолжения уже не будет Именно этого рейса Буду уже потом снимать свой Ставьте лайки, как вам понравилось Ставьте лайки, дизлайки, колокольчики, губенчики и все такое Дайте фидбэк Если еще остались подписчики, которые смотрят Михаил ВК Все, ребята, спасибо за просмотр Всем чао, до встречи Да, посткриптум Женя паркуется Уже полчаса, никак не может заехать Да, блин, поставил тут на желтой Вольве Понакупали Вольвы Надо препятствия нормально обходить Женя Все? Надо давить Вольву Нет, нет, нет Там аккуратнее с Вольвочкой Мне машина, Мерседэ, жал Это я потом Мне же там кусток не было Вытяну тебе Полтрака твоего На середину Посмотри задницу А то у меня подкусает задница Давай Пойдем посмотрим Женя паркуется А то что-то страшно ему сдавать назад Так как машины висят Можно цепануть Если какое-нибудь маленькое деревце Или что-то наподобие Вот тут достаточно места Вот видите, можно упереться сюда Тут не очень Давай, друг Давай Сдавай Хорош Практически уже Мерседес Чиркот Чиркот Слегка выгоняли в прошлый раз Машинку Машинку Очень Развелось Много крытых траков Возит крытые машины Сейчас видно выгоднее Руслан приехал тоже Возит коробочку Драйвлен В общем все Потихоньку работают Ну а мы День закончен Мы помчали В китайский Кто поработал Кто-то и кушает Да, да Сегодня целый день Не ели Едем короче Заскочим на Пару Каких-нибудь Крабов Субтитры сделал DimaTorzok